Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Уверен, в Dragonflight вы 100% испытывали проблему нехватки драконьих камней. Причина такой нехватки проста. Вы налутали кучу вещей, а драконьи камни лимитированы, максимум их можно собирать 2000, и в итоге проблема. С целью того, чтобы апнуть шмотки, нужны драконьи камни. С целью того, чтобы сделать цельную искру из двух половинок, нужно потратить 250 драконьих камней. С целью того, чтобы улучшить легендарный топор, фералат, с 502 этом левела до 535 нужно потратить целых 1900 драконьих камней. Это целый кап. А нам еще нужно остальные вещица апать. И складывается вопрос. Откуда же взять драконьи камни? В этом видосике постараюсь ответить на этот вопрос. Расскажу о многих интересных источниках. Некоторые пассивные, некоторые активные, какие-то полуафкашные. Я уверен, многие вам понравятся. Во вторник днем появились различные таблички, в которых было написано, сколько потребуется драконьих камней, к примеру, с целью улучшения фералата. И изначально нужно было потратить 3800 драконьих камней с целью улучшения двуручного топорика с 502 этом левела до 535. 3800 драконьих камней, вы только вдумайтесь. Это почти два фулл капа. То есть ты один вливаешь, и еще бы тебе нужно было второй откуда-то выформить и влить. Но компания Blizzard одумалась, и количество требуемых драконьих камней для улучшения вещей, которые куплены с помощью старинных бронзовых слитков, снижено на 50%. Таким образом, всего-то нужно 1900, и все как бы по кайфу. Но во вторник вечером я сидел и выфармливал различные контейнеры, в которых содержатся драконьи камни. И давайте, наверное, обо всем по порядку. Первую открою сумку снов. Лутаем мы ее за 1500 репутации со стражами сна. Любыми методами лутаем мы эту репутацию. Локалки, баджики. Получу 250. Ошибка. 150. Это вполне неплохо, почему бы и нет. Юзнуть какой-то баджик, который у нас имеется, к примеру, на 2500 репутации, чтобы получить 150 драконьих камней. А что? В целом неплохой обмен. Посадку семян можно миксануть с получением репутации. Потому что, когда мы садим семена, то получаем репутацию при прогрессе 50 и выше. Тайник собранных семян сна. Он имеется у меня. Тоже открою его. И вылутаю 50 драконьих камней. Было 625, стало 675. Посадка семян сама по себе тоже приносит немножко драконьих камней. Если мы установим модификацию пламбер, то можем видеть прогресс, а также таймер. Это в целом полезно. Ждем, пока вырастет семечко. 15 драконьих камней. Нюхопомрачительные нифские сокровища. Это аналог сумки снов. Мы лутаем за 1500 репутации с ламскими нифами. Открываем. И сколько я лутаю? Целых 200 драконьих камней. Аналогично можно использовать какой-нибудь баджик. На второй неделе четвертого сезона нам дали уникальный еженедельный квест, где мы должны помочь исследователям, которые находятся под огнем. В конце мы получаем сумочку. С этой сумочки мы тоже получаем драконьих камней. 56 с эпической. Также немного репутации. Конкретно 1000. Шмоточки. Что? Какого это левела? Окей, ладно. Но неплохо навалили драконьих камней. Найс. Парагон, сундук, который мы лутаем за 7500 репутации с любой фракцией. К примеру, дракония экспедиция. Драконьих камней лутаем 50. Если вы не долутали какие-то сундуки, или вам осталось чуть-чуть репутации, и вам не хочется идти в какой-либо рейд, или мифик плюс, или садить семена, то, юзнув баджик какой-либо, сделав локалочку, добиваем репу, лутаем парагон, сундук, и лутаем 50 драконьих камней. Выполняя небольшие еженедельные активности, мы лутаем сундуки углей, сундуки бурь. Открыв их, мы получим какое-то количество драконьих камней. Да, тут целую сотку. Тут тоже целую сотку. Прекрасно. А если открыть тайник пробужденных углей, тот самый, который мы лутаем за... Викли квест, где мы еще лутаем половинку искры. 200 драконьих камней. По факту замечательно. Сколько у меня было драконьих камней, когда я начал видос? 475. Открыл контейнеры. Плюс 1000. Да, конечно, некоторые контейнеры требуют время, но если мы не хотим заниматься активными действиями, то это неплохой вариант. На протяжении третьего сезона мы лутали зеленые шарики. С ПВП, с раскопанной почвы, сумочек. На текущий момент мы лутаем крылья. И открывая эти крылья, мы тоже получаем немножко драконьих камней. 9, 10, 11, 11, 12. Неплохое количество с пяти контейнеров. На протяжении третьего сезона мы прогрессировали касательно грибней. Мы, улучшая свой этом левел, получали достижения по типу Сны Змеев, Сны Аспектов. На текущий момент, похоже, тоже есть такие достижения, скрытые, но мы их не получаем. Но при этом в награду Васткарн присылает нам контейнеры, в которых находятся 100 драконьих камней. Я, пожалуй, сохраню их на будущее. Пусть валяются. И еще пускай поваляются 15 монеток с бочонком. Это те самые монетки, которые мы лутали на пиратской буре. В тот момент, когда лутался пятый реноун, нам давали стартовый квест, или там письмо на почту приходило. И подойдя к этим пиратам, мы получали 15 монеток. Эти 15 монеток можно выменять на 15 контейнеров по 50 драконьих камней. Таким образом, 15 монеток это 750 драконьих камней. Если мне вдруг когда-то резко нужны будут драконьи камни, то у меня есть заначка. Вот мы и подобрались к самому сладкому и самому очевидному. Если вы хотите лутать еще больше драконьих камней, если вы любите активный геймплей, то, пожалуйста, мифик плюсы. Самый главный нюанс касательно мифик плюсов заключается в том, что желательно в группе иметь человека, который увеличит свой рейтинг при прохождении этого подземелья. То есть, к примеру, выгодно инвайтить человека, который был в этом данжике, например, на уровень ниже. Или никогда не был в этом подземелье, если мы идем в какой-нибудь вообще второй ключик. Таким образом, вся группа за то, что тот человек получил плюс рейтинг, получит дополнительных 25 драконьих камней. Это неплохо. Рейды. С каждого рейда, с каждого босса мы лутаем драконьи камни, как и гребни. Это, конечно, тоже не может не радовать. Локалочки. Релакснуть, отдохнуть. Тоже можно полетать, поделать, почему бы и нет. Используя модификацию World Quest List, могу видеть абсолютно все локалочки. И что по драконьим камням? Их нигде нет? Или я просто слепой? Похоже, я просто слепой. А, да. Единственная локалка. 21 драконьий камень. Но, по факту, за выполнение любого локального задания мы лутаем около 10. Даже за локальное задание по битвам питомцев. На этом все. Уверен, какой-то способ вам понравится, что-то вы будете использовать на твинках, а что-то будете использовать на мейне в тот момент, когда смотрите сериал. Почему бы не посажать, например, семена при просмотре сериала. Идея хорошая. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова